Привет, друзья! Вы смотрите English Spot, и с вами Кристина Бьёрн. Сегодня вы узнаете, в чем разница между конструкцией have got и глаголом have. Приятного просмотра! Итак, начнем! Конструкция have got и глагол have переводятся на русский язык как иметь что-то или обладать чем-то, и являются взаимозаменяемыми в четырех случаях. Давайте их рассмотрим. Во-первых, have got и have являются взаимозаменяемыми, если речь идет о принадлежности, то есть, когда кому-то что-то принадлежит. К этому же пункту относятся домашние животные. Например, I have a cat. Или I've got a cat. У меня есть кошка. She has a nice job. Или she's got a nice job. У нее отличная работа. We have a tiny apartment. Или we've got a tiny apartment. У нас крохотная квартира. Во-вторых, have got и have являются взаимозаменяемыми, если речь идет об отношениях, то есть, предложения по типу у меня есть брат, сестра, мама, папа и так далее. Например, I have two sisters and a brother. Или I've got two sisters and a brother. У меня есть две сестры и брат. He has a charming wife. Или he's got a charming wife. У него очаровательная жена. В-третьих, have got и have являются взаимозаменяемыми, если речь идет о внешности, то есть, такие предложения, как у меня такие-то волосы, у меня такие-то глаза и так далее. Например, she has beautiful brown eyes. Или she's got beautiful brown eyes. У нее красивые карие глаза. He has a long beard. Или he's got a long beard. У него длинная борода. И в-четвертых, have got и have являются взаимозаменяемыми, если речь идет о каких-то физических недомоганиях. Например, головная боль, простуда, кашель, температура и так далее. Например, I have a headache. Или I've got a headache. У меня головная боль. She has a touch of flu. Или she's got a touch of flu. У нее легкий грипп. Собственно, это все основные случаи, когда have got и have взаимозаменяемы. Обратите внимание, что have got используется только в настоящем времени, то есть, только в present simple. Ну, а в остальных случаях мы будем использовать просто глагол have. Кстати, have очень часто является частью идиома. Например, have breakfast, have lunch, have dinner, то есть, завтракать, обедать, ужинать. Have a conversation, разговаривать. Have a good time, хорошо проводить время. Have fun, развлекаться. Have a party, устраивать вечеринку. Have a baby, рожать. Во всех вышеперечисленных случаях мы не можем использовать конструкцию have got, только have. Кстати, наверняка вы помните еще со школьной скамьи, что глагол have является глаголом состояния, то есть, мы не можем использовать его во временах группы continuous. И все же это не совсем так, ведь когда глагол have является частью идиомы, мы имеем право поставить его в любое необходимое для нас время. Например, мы можем сказать I'm having breakfast at this point. Я в данный момент завтракаю. I hope you're having a good time. Я надеюсь, ты хорошо проводишь время. He's having a conversation with his boss. Он сейчас разговаривает со своим боссом. На сегодня все. Надеюсь, этот видеоурок был полезен для вас. И если это так, не забывайте ставить палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе обновлений. Кстати, я приглашаю вас в группу ВКонтакте, которая называется, как и этот канал, English Spot Разговорный Английский. Нас уже целых 3450 человек. Успехов в изучении английского и до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»